Видео о подстреленном пацане-велосипедисте разместили уже практически все сепаратистские ресурсы. И вот на одном из официальных СМИ появляется информация о некой диверсионной группе, которая расстреливала блокпост и попала вот по пацану. Как вы видите, в новости указано, что ранен работник Азовстали и как раз таки и вот еще и пацан. Зайдем на тот же самый сайт, только за день до этого он сообщает об обстреле и сообщает о раненом работнике Азовстали. О пацане ни слова. Сегодня мне уже бросали в личку эти вопросы, а вообще был ли мальчик? Может быть это опять видео из Конго или там еще откуда-то? Ну и поэтому мы решили посмотреть на месте, собственно, где был пацан ранен, что там видно. Пока шел, нашел то место, где парни-парни перевязывали. Попадание в голову было. Нитровый шарик. Вот. Плохая такая ложица, немаленькая. Снимала текла. Вот его перевязывали. Какие-то перевязочные. Насгвардия прибежала, вроде как. Ну, а кто бы еще. Показали помощь парню. Пакет индивидуальный, стерильный. По ГОСТу. Маркировочка. Способ. Еще. Еще что-то. Медицинский препарат. Пакет перевязывальный, медицинский, индивидуальный, стерильный. Два пакета на него. Третий. Использовали. Не трогай. Надеюсь, парни спасли, потому что очень мало крови. Как видите, там кто-то все-таки был ранен. И, по всей видимости, достаточно серьезно. Почему это произошло, на мой взгляд. Вот здесь вот находится блокпост. Буквально там, в сотне метров. По блокпосту осуществляются обстрелы. Снаряд был. Заправочка летала. Обложили тут, защитили как могли. Я понимаю, сюда. Одну из двух. Или снаряд попал. Хотя я сомневаюсь. Иначе раскурочило бы все. Лупили простыми гаубицами. Хорошо, что не градом. Рядом. Все падало рядом. Вон баллоны. Страшновато, конечно. Пока что. Вот там дальше заправка топливная. Бензиновая. Сейчас пойду туда. Там вчера горело. Попробую посмотреть там. Может что-то найду. В заправку. Пожарные не ехали. Куда они? Нет, кусок почвы. Куски снаряда. Выражу свое личное мнение. Подчеркиваю, это мое личное мнение. По тому, как мне видится, что же там на самом деле произошло. Блокпост на самом деле обстреливали. А уже после обстрела нацгвардейцы, находящиеся на блокпосту, увидели передвижение по полю. И они приняли этого пацана или же за участника той самой диверсионной группы, или же за корректировщика огня. И подстрелили его. Случайно. По ошибке. Именно поэтому пострадавший пацан сначала нигде не фигурировал. Однако после того, как сепаратисты начали выкладывать видео, отрицать то, что кого-то там подстрелили, уже стало неудобно. Что я могу сказать по этому поводу? Ошибки на войне случаются. Ошибки кровавые, ошибки страшные. Но об ошибках надо говорить, чтобы не допустить их в дальнейшем. Почему? Потому что тот, кто допустил ошибку, завтра, если о ней не сказать, расскажет своим друзьям. Друзья, стреляйте в кого попало, шмаляйте, отмажут.